Не этот значок, вот этот позволяет парковать авто на местах для инвалидов. Хотя Ирине сегодня он не помог. На единственном специализированном месте около Цума стояла машина, на которой необходимого знака нет. Вот сейчас у вас не получилось припарковаться, правильно? Ну да, к сожалению, все занято. Часто так получается? Всегда. Всегда так? Ну да, за очень редким исключением, вот очень-очень редким. Ирина вынуждена искать другое место, ведь здесь машину оставил автолюбитель с неограниченными возможностями. Рейд сотрудников ГИБДД явление нередкое, но, видимо, пока мало кого учит. Закрепят знания штраф и эвакуатор. Сегодня я даже понятым стал, сейчас только что давал свои данные сотрудникам ГИБДД. Водитель увидел камеру, испугался, убежал. Ну вот сейчас вроде он вернулся, мы видим, эвакуатор теперь не нужен, он вроде бы перепаркуется. Владелец красного авто просил не снимать лицо и пытался даже угрожать журналистам. Ирина говорит, что такие случаи бывают и у нее. Я сказала однажды мужчине, что я сфотографировала ваш автомобиль и отправила в ГИБДД, ждите штраф. На что, в общем-то, он накинулся на меня и на мою машину, там всячески кричал, ругался, обзывался. Ирина уверяет, поставить машину может где угодно, но иногда специализированная парковка необходима. Чтобы пересесть в кресло, которое для нее часто достают случайный прохожий, требуется полностью распахнуть дверь. Для этого места инвалидов и делают шире обычных. Скажите, есть какая-то статистика, как часто именно с этим нарушением люди попадаются? Да ежедневно. В нам дежурную часть постоянно поступают звонки от инвалидов, а также обычных граждан, которые мимо не проходят нарушений. Штраф за парковку на месте для инвалидов 5000 рублей. Инспекторы на рейдах проводят беседу с автолюбителями, а активисты обращают внимание. Если водители не думают о людях с ограниченными возможностями, то пусть подумают хотя бы о кошельке. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости.